Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Эйван. Привет, я Софи. А я Миша Лайк. А я Покемон Замечу. И сегодня мы продолжаем наш супер слайм челлендж. Помнишь? Короче говоря, у нас была целая коробка антистрессов, лизунов и слаймов. Их было так много, что за один день не распакуешь. В первый и второй день распаковки мы начали проверять их и решили разделить на несколько команд и смешивать их. Первая это все матовые слаймы, которые мы смешаем в один гигантский. А вторая команда это прозрачные лизуны, и их мы тоже смешиваем. Да уж, а третью Юмичу придумала сама. Это какашечные сопли слайм, где будут смешиваться все противные лизуны. А еще у нас есть больница слаймов, куда идут все больные, и потом мы их будем лечить. Аня уехала и не могла смонтировать наше новое видео. Но теперь она вернулась, и мы продолжаем нашу мега распаковку антистрессов. Посмотрим, что у нас получится. Но сначала быстро подпишись на наш канал, чтобы настало 2 миллиона. И комментарии пиши, и лайки ставь. Алиса, ты что это такая девская-то? Да уж, Алиса. Я думаю, ребята обязательно поставят вам лайк, если хотят, чтобы вы выпускали ролики чаще. И напишут комментарии, потому что они у вас тут в роликах появляются. Смотрите, какой прикольный розовый слаймик. Слушай, Аня, а это, ты поедешь в лагерь, звучи на третью смену. Ну, конечно. Я же была на второй, мы там, кстати, клип снимали, он вышел на моем канале. Мы видели, классный. Этот розовый слаймик пойдет в наш прозрачный лизун-гигант. Кстати, на третью смену в наш творческий лагерь путевки подешевели аж в два раза. Так что теперь намного больше Мэджиков может туда поехать. Главное успеть. Оставь ссылки на путевку в описании. Конечно, оставлю, Софиш. Такс. И еще оставлю ссылку на новое видео на моем канале, где я отвечаю хейтерам в инстаграме. И ссылку на ролик на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили. Да, там наконец-то новое видео. Да, уж причем какое, такого эксперимента ребята еще точно не видели. Тихо, Софиш, ну ты че, не раскрывай всех секретов, пусть они сами сходят, посмотрят и удивятся. Просто это такое безумие, хочется рассказать. Нет, Софи. Ладно, ладно. Кстати, смотрите, похоже, это опять не слайм. Это жвачка для рук, типа тех, что мы открывали в прошлый раз, помните? Похоже на расплавленный пластик, и из нее можно что-нибудь лепить, крутить. Ну, в общем, для наших сегодняшних экспериментов она не подходит. Оставим ее на кое-что другое. Аня, а давай вот это вот возьмем. Мне кажется, эта штука подойдет в мой сопли-слайм. Фу, что это? Да уж, выглядит как-то подозрительно. Там что, черви плавают? Какая гадость? Ну, открой, Аня, я вот обожаю всех в гадость. Ладно, Юмичу, как скажешь. О, какая жуткая слизь, она еле достается из бутылки, там даже что-то осталось. Фу, распластывается по моей руке, и в ней еще эти червяки. Класс, обожаю такое. Фу, Юмичу, как тебе это может нравиться? Сопельки. Да уж, такие антистрессы я не очень люблю, уж слишком они мерзкие. Поэтому кинь уже его в Юминсопли-слайм. Да уж, Эйвен, ты прав, пожалуй. Только червяков из нее выговори. Это сейчас я и пытаюсь сделать. А, она еще такого цвета, и пахнет как-то странно. Фух, я справилась. Кошмар, я должна это смотреть не могу. Аня, давай вот этот желтенький. Да, что-нибудь нормальное. Так, посмотрим. Кажется, это обычный слаймик. По-моему, он в нормальном состоянии. Хотя, сейчас, погодите, я для начала его достану. Надеюсь, он не слишком прилипучий. Он очень маленький, миленький. И удаленький. Думаешь, его не надо в больницу? Не слишком ли он липкий? Эээ, ну да, есть немножко. Частички его остаются на пальцах. Он, кстати, по-моему, самодельный. Давай все-таки добавим его в наш матовый слайм. Да, я, в принципе, его скатала, и он уже практически не прилипает. Окей. Добавим немножко яркости. Разбудите меня, когда закончите, пожалуйста. Ох, боюсь, Киса Алиса до конца еще долго. Похоже, тут еще один самодельный антистресс. И кажется... Кажется... И кажется, он пукнул. В смысле, София? Ты что такое говоришь? По-моему, этому чуваку надо в нашу больничку. Да, похоже, что так. Ура, в больнице пополнение. Так, ладно, поехали дальше. Нам надо торопиться. Да, уж, похоже, мы эту кучу лизунов опять не откроем. А мы постараемся, давай. Кажется, это в сопли слайм. Нет, погоди, Юмичу. В сопли слайм идут всякие страшненькие, мерзкие и противные. А этот очень даже миленький, несмотря на то, что он зеленый. Ой, ой, ой. Опять по частям у меня вытаскивается они целиком. Ань, вот именно, скажи, Юмичу, что не все зеленые слаймы идут в ее сопливый этот какашечный. Нет, нет, не все. Только противные. Да что ж такое-то? Вот и я говорю. Этот слайм пойдет в наш прозрачный мега-лизун, да? Смотрите, какой у нас там космос. Не испортит ли этот зеленый лизунчик нашу красоту? Хотя, несмотря на то, что я не очень люблю такой травянистый зеленый цвет, я больше люблю салатовый, яркий. Но этот слайм все равно очень красивый. По-моему, он в прекрасном состоянии. Из него даже, смотрите, косичку можно слепить. Он больше похож, конечно, на швачку для рук, чем на слайм. Но мне кажется, он нам подходит. Ань, давай мишку откроем. Не, давай вот этого розовенького новенького. А я хочу вот этот бледно-розовый матовый. Мой любимый цвет. И вот эту вот коробочку. То, что просила Софи, мы уже открывали. Вообще-то и то, что вы просили, мы тоже открывали, ань? Давай вот это, а? Так, ребят, давайте не будем спорить. Во-первых, Софиш, мы в прошлый раз, правда, много розовых открыли. Мы до них еще дойдем. Давай посмотрим на вот этого вот мишку. Он просто такой миленький. Ну ладно, я даже обижаться на вас не буду. Все равно мы откроем всех. Конечно, Софи. Ой, какой он маленький. Смотрите, какой маленький голубенький милляш. Беляш. Аня, на своем канале видео про беляша с него. Тихо, тихо, вы опять все секреты раскрываете. Короче, он маленький такой вот слаймите, хорошенький. И, в принципе, по-моему, он нормальный и пойдет в наш большой космический слайм. А вот этот вот, ой, в пакетик. Серьезно, первый раз такое вижу, чтобы слайм был в пакетике. Ань, ну ты что, ты пакеты, что ли, не видела в жизни? Да, видела я пакеты, Юмичу. Я говорю, первый раз вижу, что слайм в пакетике. Как же его оттуда выковыривать-то? Ань, может, просто нужно пакет наизнанку вывернуть, а не рукожопить, как обычно? Ой-ой-ой, какие вы умные. Ладно, хорошо, я и правда выверну его наизнанку, прямо в наш космический мега-слайм. Но все равно, видите, он прилипает к пакету, я же говорю. А покажи поближе, он такой красивый. Да, и правда, несмотря на то, что он такой маленький, он такой прям яркий. И в нем даже есть пайетки, блесточки. И еще он очень даже неплохо тянется, я прям удивлена. Давай дальше что-нибудь для моего какашечного слайма посмотрим, да? Юмичу, лишь бы в соплях поковыряться. И вообще-то сейчас моя очередь. Да, мы обещали Софише открыть ее баночки. Ой, прости, Софиш, кажется, я тебе по носу дала чуть-чуть. Да нет, норм, не сильно, не переживай. Ух ты, я думала, если честно, что тут что-то розовое, а тут что-то белое с чем-то оранжевым. И, похоже, вот эта штука реально самодельная. И это даже не слайм и не жвачка для рук, а знаете что? Что? Будь здорова, Софиша. Спасибо. Короче, эта штука типа не ньютоновской жидкости. Помните, мы делали такое гигантское голубое? Ань, вообще-то ты перепутала, это ты на своем канале делала, а не здесь. Очень давно. А, да? Ну ладно, неважно, в любом случае я добавила это в ваш матовый слайм. Я думаю, оно его не испортит. Он настолько будет крутой, что его ничто не испортит. Ну, посмотрим, посмотрим, сейчас откроем эту баночку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, похоже, тут кто-то приболел. Ань, и зачем ты это выливаешь в наш матовый слайм? Это бледно-розовое существо должно было пойти в нашу больницу. Упс, ребят, простите, я перепутала, но теперь уже ничего не остается, кроме как оставить это тут. Может, я зря сказала, что наш матовый мега слайм что не испортит? Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Тут еще вот какой-то цветочек был. Ну, смотри, Аня, если он испортится. Ребят, я обещаю, мы это исправим. Нужно просто это хорошенько замешать, да? Ну, не знаю, не знаю. Да вот же, смотрите, я это все перемешала, и получается такая огромная, гигантская, классная жвачка. Офигенный лизун очень прикольного цвета и очень тяжелый. И это еще далеко не конец. Ань, смотри, какая штука, там что-то странное. Так, давайте посмотрим. Кранчи слайм. Хм, что это? Ну, открой, Ань. Так, тут розовый слайм, но не просто, а в нем что-то внутри есть. Похоже на мелко порезанные резиночки от волос. А, я, кажется, поняла. Кранчи – это как хрустящий, то есть из-за того, что в нем очень много вот этих резинок, он очень странный, если честно, на ощупь, и издает такой слегка хрустящий звук. Короче, теперь, ребята, мы будем знать, что кранчи слайм – это слайм, в котором много чего-нибудь хрустященького. Эм, да, но он не подходит ни в один наш лизун. Классно, но что нам с ним делать? А можно его засунуть в мой сопли слайм? У меня будет кранчи сопли слайм. Эм, да уж, Юми, че? Эм, ты уверена, Юми? По-моему, это перебор. Хочу. Ох, ну ладно. Смотри, Ань, тут написано, Миша, лайк. Ага, на многих самодельных слаймах написаны ваши имена. Видимо, этот слаймик посвящается тебе, Мишаня, ведь салатовый – это твой цвет. Но только этот слайм не совсем салатного цвета, и в нем… Ой, извини, Мишань, но в нем чьи-то волосы. В прошлый раз нам в одном слайме тоже волосы попались. Вы не обижайтесь, но в паковочку мы его не будем, потому что это не очень гигиенично, да? Да, ничего такого страшного, всякое бывает. Так, а это кто тут у нас такой? Темненький, мрачненький слаймик матового цвета, кстати. Не совсем маленький, не слишком большой, и, по-моему, он в хорошем состоянии. Ну, немножко, немножко совсем к рукам прилипает. А так у него очень прикольный цвет. Да уж, совсем немножко к рукам прилипает, ага, конечно. Не, ну это еще нормально, его даже больным назвать нельзя. Лайфхак, который мне рассказали Мэджики, когда на пальцах остается слайм, можно самим же слаймом и очистить руки всего лишь поджамков его. Видите, руки уже чистые. А, Аня, давай откроем спаржу по-корейски. Да, она, походу, случайно сюда попала, зато покушаем. Какая еще спаржа по-корейски? Вам такое нельзя, во-первых, во-вторых, да это не спаржа. А что это? Там просто какой-то антистресс, просто засунули его в баночку из-под спаржи по-корейски. Интересно, кто-нибудь из Мэджиков слушает корейскую музыку? В смысле, Эйвен, при чем здесь это, спаржа по-корейски и корейская музыка никак не связаны. Это, это, почему это, все, я обиделся. Ну ладно, ладно, связаны страной, ну не дуйся, смотрите лучше, какой там слайм. Это больше похоже на жвачку для рук. Да, и теперь мы с точностью можем сказать, что это кранчи-жвачка для рук, потому что в ней очень много пенопластинок. И все-таки давай ее положим на шматовый слайм. Она, конечно, такая темненькая, ну, как скажете. Аня, смотри, тут слайм для тебя. Точно, написано слайм Энни Мэд Жик. Не совсем правильно написано, ну ладно. Так, посмотрим. Ой, кажется, он слишком долго лежал и испортился. Он явно самодельный и рассыпается на кусочки. Печалька. В больничку его. А потом будем его лечить со всеми остальными. Правда, мы еще пока не знаем как. Смотри, Ань, греческий йогурт. Это, видимо, тоже слайм в банке из-под йогурта, а не еда. Да, я тоже так думаю. А по поводу лечить не знаем как. Я уверена, наши ребята напишут нам кучу рецептов лечения лизунов. Жалко, конечно, что это не йогурт и это нельзя пожрать. Но зато, по-моему, там что-то очень красивое. Ага, там в баночке большой белый слайм. Но он не просто белый. Приглядитесь, в нем очень много мелких блесток. Он прям весь светится и блестит от них. Он с мою ладошку размером очень тяжеленький. Совсем такой немаленький слайм. И у него отличное состояние. Он и тянется, и складывается вот так вот классно на руке. Не прилипает. И мне нравится, что он белый. Интересно, из чего можно сделать белый слайм? Может быть, ребята напишут, из чего делаются такие лизунчики классные. Давай, добавляй его в наш космический матовый слайм. Да, несмотря на то, что он такого прикольного белого цвета, все-таки он матовый, а не прозрачный. И поэтому пойдет сюда. Кстати, вы прозрачный. Смотри, какой здесь есть ниндзя. Да, что-то мы сегодня совсем мало прозрачный лизун добавили. Ну, я же не виновата, что матовых слаймов намного больше, чем прозрачных. Кстати, тут написано, что это клубничный ниндзя. Так, давайте посмотрим. Давай, Аня, открывай скорее. Открывай, тут еще какие-то ракушечки красивые. И опять он делится на кусочки. Но я думаю, что сейчас, если его смешать, то будет обычный слаймик. Он, кстати, новенький. А может и нет. Ох, ну что, ребят, опять мы не успеваем сегодня закончить распаковывать эту герганскую коробку антистрессов. У нас еще осталось не так уж мало-то слаймов. Да уж, похоже, мы будем еще один день распределять слаймы. Ну, я думаю, ребятам нравится делать это с нами за компанию. О, клубничкой запахло. И слаймик очень красивый, тем более розовый, мой любимый цвет. И главное, что он очень здоровенький. Отлично подойдет для нашего космического Мэджик Лизуна. Который, по-моему, как раз пора помешать. Тогда получается продолжение распаковки миллионов слаймов будет в следующий раз. Да, надеюсь, на четвертый день мы уже закончим. А ребятки пусть идут и смотрят новые ролики на всех наших каналах, да? На Мэджик Фэмили наконец-то новое видео. И на твоем канале аж два ролика клип и про хейтеров. Да, думаю, они будут рады, а то давненько нас не было. Ну и увидимся уже очень скоро в новых роликах. Лайки, ставь комментарии, пиши и подписывайся на все наши каналы. Пока.